Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мы озвучим занятие, которое я проводил в Потеряевке с 91-го года. В воскресные дни на улице, как правило, было, если дождя не было. Тематические, по темам. И вот следующее занятие такое. Основание строительства. То есть приезжает кто-то, строится, я на эту тему говорю, тематическое. И осветил таких мест 123, это уже жизнь будет понятная. Инструмент, отдельный туалет. Ну все абсолютно, все. Дальше. Учителей много, но большинство учений направлены на то, чтобы выжить. Главное устроиться прочно в этом мире. Будь волком. Будь волком, рви глотку ближнему, или тебя поставит к стенке этот Жугошвили Сталин. Успевай, опереди его хитростью. Сегодня выбор. Тебе предлежит... Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Помоги Господи! Сестра готовит сейчас проспоры, печь надо, и просит благословения. Так, сегодня выбор. Тебе предлежит строить из сена, соломы или из золота и серебра. Преуспевающий награбил много денег, и довольный уляжется в гробу. 1 Коринфянам 3.12 Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Ио 21.24 Внутренности его полны жира, и кости его напоены мозгом. Солом 72.7 Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Меняют иномарки, коттеджик красуется. Бассейн хлюпает, у него все есть, ему и помирать не надо. Так говорят ценители сокровищ земных. Но вот наступает день испытания. Когда? Ясно, что тогда, когда с неба прольется огонь. Потечет огненная река перед престолом Божиим. И все, что ты сделал, не по повелению Божию. О, человек, все это сгорит. Данила 7.10 Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Но там дается как бы обнадеживающее слово, что вроде бы само-то все же спасется. Сам-то, где само? Добавил букву, одна еще получилась. Сам-то. Ну зачем ты это делаешь? Так говорят, ну сам как бы спасется. Первое Коринфянам 3.15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Но так как бы из огня. Не обольщай себя, говорит Златоуст. Слово спасется означает только то, что этот человек не уничтожится, в ничто не превратится, но пойдет в муку вечную. А это место, что уничтожится, сектанты так понимают. А не уничтожится, они даже этого не знают слова. Спасется, он все равно спасется. Кто нарушит одну из заповедей, всех малейших, малейшим наречется в царстве небесном. Я там буду пониже должности. Хотя там называется другое царствие Божие. Дальше. Сектанты же говорят, что хотя как головня, но все же в царстве и будут. А мне какая разница, лишь бы спастись? Тогда прошу ответить, что же такое золото? Что такое драгоценные камни? Не слезинки ли твоего раскаяния искреннего? И не твое ли сострадание по воле Божией? Тратил время, исследовал Писание, читал, молился. А если это так? Что же такое сено? Ясно, что противоположное. Если ты постился, то это золото. А если не постился, и плод не смирял, жил как люди мира, на широкую ногу, шел путем широким и пространным, ведущим в погибель. Плевелы – это слуги дьявола, и дела наши злые, и они сгорят. Молились, и избави меня от лукавого, от этих дел. Люди же хвалили таких хватких, что так сумели удачно вложить наворованные деньги в важные мероприятия, какие у них заграничные дачи. Это все сено, и оно вспыхнет и развеет пепел. Но если у тебя и совсем немного, и едва для поддержания жизни одну пенсию получаешь, минимальную, и из этого еще и нуждающихся уделяешь, и таланты твои употребляешь на поддержание немощных, это все будет справа. Ибо день испытает, один такой день, в огне, в грозном огне, и тогда многие окажутся, как головня обгорелая. Перед престолом Божьим потечет огненная река, и это написано только у пророка Даниила, и всем нам надлежит пройти через этот огонь, и выйдет тогда человек с той стороны реки. Праведный же, как золото будет сиять, и тела верующих страшно о том и сказать, будут подобны телу Иисуса. На Христа преобразившегося ученики еще при жизни смотреть не могли, и тело его было таким белым, как на земле белильщик не может выбелить. Неверующий же выйдет из огненной реки, не сгорит в ней, он, в кавычках, спасется, и выйдет, как обгорелая головня, чтобы быть брошенным в озеро огненное. Откровение 20.15 И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Ни о каком наследии в Царстве Небесном для строящих и сено, и соломы, и дерева нет и речи. Кто одну из их заповедей нарушит, тот не удостоится войти в Царство Христа и Бога. Матфея 5.19 Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется о Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Малейшим, то есть, недавно сказанное заповеде блаженства, 9, блаженный нищий духом и так далее. Но все-таки в Царстве Небесном нет здесь в Царстве Небесном. Нет здесь в Царстве Небесном. Ты знаешь, запятой, как ты считаешь, нет здесь в Царстве Небесном. Совершенно ничего нет. Нет, здесь в Царстве Небесном называется пришествие Христа судить мир. Да, нет, здесь в Царстве Небесном называется пришествие Христа судить мир. 2 Тимофей 4.1 «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его». Вот что он называется? Явление Его и царствие. Называется это пришествие. «В Его пришествии нарушители этих блаженств окажутся малейшими, то есть не спасенными и брошенными в огонь вечный. Сектанты этого ничего понять не могут. У них все очень скудное, приземленное в толкованиях. Они лишены благодати, покорности и послушания, и потому, не приняв святых отцов, остались своими скупыми и куцами мыслями и упрямством, и упорством. Нам, Господь, через святых отцов, дает это уразуметь. Все, что дал нам Бог, нужно приращивать, умножать непрерывно, не списывая все на характер. Если же не знаешь, что такое серебро и золото, то возьми и проверь к вечеру. Запиши в дневник, что было сказано, сделано и в намерении даже за день свои дела. Иногда цель все решает. Если цель была для прославления Бога, то аминь, золото. Если же только для себя, для своей доутробы, то все пропало. Что на ближнего потратил, пошло на небо. Что на себя, то ушло, как дым. Сегодняшнее наставление апостола Павла Коринфянам особенно касается нас. А можно же быть хорошим, но чтобы жить свободно и без Бога, не быть никому рабом. Можно быть и таким, но это только в глазах людей. Многие говорят, а при чем тут вера? Главное, чтобы не обижали друг друга. Быть нравственным. Им главное собрать плоды добрые. Но дерево не нужно. Подход чисто дикарский. Дерево срубил, плоды собрал и доволен. Как при сборе облепихи сегодня делают. Нарезал веток и ушел. Иоанна 15,5 Я есть млоза, а вы в ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем. Тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. 1 Коринфянам 3,10 Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание. А другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Как это так можно себе сказать, что ты мудрый? Оказывается, можно. И нет в этом ни грамма тщеславия, самопревозношения. Так и ты себе можешь сказать. Псалом 118,98,100 Заповедью твоей ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Да прямо молимся об этом. Он сделал меня мудрее врагов моих. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я следующее более старцев, ибо повеления твоих храню. Потому что я избрал Христа, и от него вошел в премудрость, положил в основание веры во Христа. И на этом основании будем строить. Когда у меня шел суд, это июль-август 1986 года, то судья говорит, обращается к отцу Геннадию Фасту. Вы священник. А Лапкин-то, он не священник? А почему вы его слушаете? Почему это он писал и вам это давал? Он говорит, я преподаватель, в университете был. Но книги я не писал. Это другой. А спросили об этом же тете Тоню, Бакланову, Антонину Георгиевну. Это самый близкий у меня человек был. А вы почему думаете, что Лапкин, он не священник? А почему они его слушали-то? А потому что он говорит, священник для священников. Мне давно смешно стало, а я сижу за решеткой рядом. Так, Лукаш 6, 48. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. Слово наперло, как в Евангелии, какое слово-то? Его больше не встречается нигде. Если ты знаешь Слово Божие, ты будешь выделять. Это единственный раз сказано, нигде больше этого нет. Так, с какой целью ты все это делаешь? Были же искренне верившие в построение коммунизма и уничтожали всех, кто казался им мешающим этой великой цели. И по локоть в крови человеческой они мыслили о себе, что они великие благодетели человечества. Не для прославления Бога, а для доказательства, что честность их поможет за счет смерти других, сделать людей счастливыми. Кое-какие вещи давно тебе не нужны, и их уже можно определить и отдать. И отдать старайтесь не надкушенное, недоеденное, а то, что самое лучшее. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? Говорит Господь Савоов. Раньше не раз замечал, когда ходили к баптистам в любом городе, что их снабжали библиями новыми и начинали раздавать своим прихожанам. И они о своих уже истрепанных и затертых сразу говорят, ну теперь я это могу отдать. То есть мы ходили, говорили там, встречались с ними, и некоторые люди пришли в православие. Баптистам я не был ни одного часа, ни одной минуты. Поэтому в интернете, когда говорят люди, это, ну, привыкли лгать. А читают, когда, то служебную бумажку не кладут под пальцы, и страницы пропитаны слюнями и потом. Желтые, как накануне за едино умершего старобрядцев, подчеркнута сплошь в ней. И такие отдают другим. Те и этому рады были, а все-таки оставь это себе. Во-первых, это память твоей жизни. Камни, недоношенные, оставь себе, а другому отдай только новая, беспятная порока. Это и делают для Христа. Стройте из золота, а не из лохмотьев. Серебро и драгоценные камни будут в вечности, всеми цветами переливаться. И это строится в то время, которое нам отпущено. Это самое драгоценное время, дороже денег. Время не возвращается. Деньги же можно иногда вернуть. Проверь хотя бы один день, и потом дойди до воскресенья, и по часам запиши, что будет из золота. По великой милости Божией, наше воскресенье здесь начинается с богослужения. Милость. Бог дал нам желание сюда прийти. После богослужения идут у нас божественные занятия. Но некоторых никогда нет здесь. Не думайте, что время проводите лучше. На сто процентов уверен, что вы об этом горько будете жалеть. Мы касаемся таких вопросов, с какими вы встречаетесь лоб в лоб каждый день. И вы не знаете, как поступить. И не делаете никаких маневров. В атаку не идете. Не держите оборону. И не знаете, когда можно отступить. Мы все это разбираем на занятиях. Террахов 38, 25. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет валов и занят работами их, и которого разговор только о молодых валах? Конечно же, тебя ценят жена и дети, и ты живешь уже достаточно справно. Но никакие советы тебя никто не пригласит. Потому что ум твой заземлен. И ты всегда будешь давать не лучший совет. У нас такие есть. Деревни такие есть. Высокоумие. А что бы ни говорило, у него все идет со злобой и на разрушение деревни. Серахов 38, 26, 39. Ведь сердце его занято тем, чтобы проводить борозды. И забота его о корме для телец. Так и всякий плотник и зодчий, который проводит ночь, как день. Кто занимается резьбой, того прилежание в том, чтобы разнообразить форму. Сердце свое он устремляет на то, чтобы изображение было похоже. И забота его о том, чтобы окончить дело в совершенстве. Так и ковач, который сидит в наковальне и думает об изделии из железа. Дым от огня узнуряет его тело. И с жаром от печи борется он. Звук молота оглушает его слух. И глаза его устремлены на модель сосуда. Сердце его устремлено на окончание дела. И попечение его о том, чтобы отделать его в совершенстве. Так и горшечник, который сидит над своим делом и ногами своими вертит колесо, который постоянно в заботе о деле своем и у которого исчислена вся работа его. Рукою своей он дает форму глине, а ногами умягчает ее жесткость. Он устремляет сердце к тому, чтобы хорошо окончить сосуд. И забота его о том, чтобы очистить печь. Все они надеются на свои руки. И каждый умудряется в своем деле. Без них ни город не построится, ни жители не населятся и не будут жить в нем. И однако женив собрания не приглашается. На судейском седалище не сидят. И не рассуждают о судебных постановлениях. Не произносят оправдания и осуждения. И не занимаются притчами. Но поддерживают быт житейский. И молитвы их об успехе художества их. У тебя времени нет. А у кого нет такого большого хозяйства, он имеет много свободного времени заниматься этими исследованиями в Библии. И это промыслительно, чтобы мы делились друг с другом талантами своими. Необходимо и много скотины держать. Но душу не забывай. Придет время, когда тебе придется подбить итог того, сколько и куда ты потратил время. Что такое служение князю мира сего, господствующего в воздухе, богу века сего, который под разными именами приходит и в очень привлекательном виде. Ты хочешь разбогатеть, я тебе это и дам, он говорит, что ты ищешь вне Бога. Дьявол все для тебя сделает, но только чтобы в этих делах не был замешан Христос. Для нас основание главное – вера во Христа. Я говорю это для Христа, чтобы души пробудились, чтобы поселившиеся в этом поселении были ревностными христианами, пронесли благовестие с жизнью своей для тебя, Господи. Огонь испытает, и не дай Бог, чтобы наше строительство все сгорело. Что-то может и сгореть, но строение должно остаться. Дьявол страшно боится исповеди. На ней все сгорает. Иоанна 20.23 Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Это и не только исповеди касается, но и ежедневно между нами всеми. Бог силен нашу жизнь переложить всю направо, и это возможно. Матфея 13.52 Он же сказал им «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои новое и старое. Старую грамоту и имение твое, которое ты нажил неправильно, как святая Евдокия». Ну Евдокия, ты Евдокия не слышал такого слова? Евдокия. Да что ты выдумаешь, Евдокия? Ну когда русские человека говорят, да Евдокия это все знают, даже ребятишки маленькие. Евдокия. Ты можешь перенести на правую сторону, раздать бедным. Алхимики много столетий трудились, чтобы в любой камень превратить в золото. Нам дано такое искусство, когда через бедных мы самое малое превращаем в золото. Это возможно только с веры во Христа. Господи, что я имею уже? Чего достиг, я все посвящаю тебе. Исайя 8.18 «Вот я и дети, которых дал мне Господь, да будешь ты прославлен в нас, избирай только правую сторону, избави нас от лукавого. Аминь». Я хочу сказать об этом, когда считаете, у вас представления нету, что вы для Бога это делаете. Какой-то талант есть, и все одно и то же. В прошлый раз Евдокия прочитал, и опять сегодня, опять Евдокия. То есть стоите на своем, движения духовного роста никакого нету. Когда я однажды, когда был в Грузии, с отцом Наумом пришли к одной бабушке, он повел меня туда. Она, видно, баптистка была старая. И у них книга была «Библейские мотивы». То есть я не знаю сколько, но было много. Больше, наверное, около ста гравюр Гюстава Дореа. Черно-белая, конечно. А их-то всего 230. Но книга была большого размера. И после каждой гравюры, стихотворения, поэты мира, там и Державин, и Виктор Гюго, и кого-то только не было. И я посчитал, попросил, она не дала. А мы пошли уже, прошли там квартал. Я остановился и говорю, отец Наум, он, кажется, даже священником-то не был еще. Давай к ней вернемся. Выпросим ее у нее, я ее озвучу, мы ее насчитаем. Я уже иду, а сам в голове и думаю, вот эта картина такая-то, там такое стихотворение Мережковского. Вот здесь считаем стихотворение Сумарокова, Ломоносова. Каким голосом считать? А я не специалист никакой. Но внутри меня все это горит. И мы пришли, опять стали говорить. И я ей объясняю, баба, сколько людей узнает. Книга в одном экземпляре, мы ее размножим, насчитаем. И она склонилась на мысль отдать, чтобы я ее вернул. Я сказал, да, я постараюсь вернуть ее, хотя мне очень хотелось ее заполучить, эту книгу. Я говорю, а теперь, баба, помолись, что ты отдала сама ее, и чтобы плод прирастал. И она встала на колени и старческим голосом стала молиться. Молитва, я скажу, очень даже понятная была. Со слезами молилась, и видно она, Господи, возьми, братик берет эту книгу, и распространи ее, чтобы многие тебя познали. Ты так любишь нас. Вот эти поэты, они трудились, она все это говорила. И когда я вернулся домой, эти стихи мне надо было озвучивать. Я сел и давай их перепечатывать. Стихи, книгу. То есть я никогда в жизни не имел препятствий, как сказать. Какое препятствие, когда можно перепечатать? Я печатал, печатал, перепечатал. Эти стихотворения я стал разносить тому, кто может, как мне казалось. В Новосибирске там драмтеатр, есть мастера художественного слова. Я в Барнауле узнал, и вот нашел Ставчинников, Эдуард Дмитриевич. Потом он основал отдельный театр. Говорят, был теперь то ли в Америку уехал. Не знаю, давно не встречались. Очень сильный артист. Ну и мне-то надо, чтобы насчитал больше. Он считает, он всю душу вкладывает. Вот на моем сайте там есть это стихи. И он считает дочь Ефая. Вот сколько раз я ее слушал, и столько раз у меня слезы появлялись. Он говорит и рыдает. Он всю душу вкладывает. Человек не из нашего круга. Человек, может, совершенно неверующий, курящий. Он душу вкладывает. Вот, вы знаете, там Тамара поет, она, «Юность моя, Тайгарина, сгорай». Или Магомаев, когда Муслим Магомаев поет «Бухенвальд». Посмотри, как он вкладывает туда все. И даже в это слышно не рокот космодрома. Мы сейчас слушали это. Ну, видно, что они поют все туда вкладывать. Вы считаете так, что, ну, только бы отстал от вас. Я сколько вам говорю, прошу, почему вы не молитесь об этом-то? Это талант дан, считать может. Но считает так языком едва ворочает, как будто горячей картошкой рот забитый. Ну, разве может для Бога так делать-то? Я стыжу, срамлю вас уже, и ни с места не сбегается. Да таланта разбить бы можно как? Щихают. Все попало делают во время чтения. Надави нос на пипку-то, на кончик носа-то, и все, щихать не будешь. И в другое место время щихнешь. Считают. Одни и те же ошибки непрерывно повторяются. И это я не только говорю для того, кто здесь считает. А для всех. Ты делаешь для Бога, что делаешь как для Бога. Для Бога разве можно это? Возьми Боже, что мне не гоже. Почему и памяти нету, и Слово Божие не запоминают, и считают как попало, и нуждающихся в помощи не видят. Мертвое христианство, фальшивое, ненадежное воинство. Мы тебе рот заткнем, мне говорили. А как, я говорю, вы это сделаете? Мы знаем как. Но от меня допрашивают КГБ. Первый допрос, а я ему начинаю о Христе говорить. И мне никогда не предлагали сотрудничать с ними. Никогда. Я свидетельствую о Боге. О Боге и меня каждую неделю начальник тюрьмы Соломин Александр Семенович в Барнауле, СИЗО, 17-1, вызывает к себе и беседует на библейские темы. И умер по-христиански. Следователь меня допрашивает в тюрьме. А я-то никакой, у меня не грамоты-то ничего нет. Я ему о Боге говорю. И он принял крещение с полным погружением. Вот как. Если мы ничего не делаем, а делаем как попало, говорит, через губу слюну не может переплюнуть, то что будет? Я знал, архипелагу лакнужная книга. Насчитал и распространил. Отсидел за нее. Библию не знает. Насчитал и распространил. 12 томов златоустов по всей стране, по монастырям собирали по одному тому. Все равно насчитал. Жития святых. Привезли книгу, а в ней нету страниц 47. Я узнал, в каком городе ехал. Поехал туда. Сел туда, не знаю, с пишущей машинкой поехал. А он не дает книгу-то. Перепечатал и все равно насчитал. Препятствий нету. Какие это препятствия? У меня один знакомый был, хороший, в Москве. Гордеев Михаил Федорович. Мы у него останавливались. Мы поехали, а там моста нету. Подъехали вплотную, а моста нет. Я говорю, препятствия. Какое препятствие? Доходим до Каспийского моря, я все равно объеду вокруг. Я вас везу, вы для Бога трудитесь. Вот как надо рассуждать. Я вас куда угодно завезу, на Красной площади. Я говорю, а там-то не разрешат. Мне разрешат. Вот, я думаю, хватил. А он, оказывается, работает на улице, моет моечную машину и туда заезжает. Нам надо машину. И он машину, воду всю слил. Поехали, купили пленок. И он в бак, а там вода не до конца вылилась, плещется. И мы там коробки держим по сторонам. Я только в окошко смотрю, здания мелькают в Москве. Вот человек, как понимает, препятствий нет. Слышишь? Перед Богом это я говорю. Столько ошибок делаете. Я тоже ударение делаю не так. Один архипелаг слушал и говорит, ударение не там делает. Его расстрелять мало. А другой говорит, я никак не мог достать и просчитать. А теперь просчитал. Выслушал. Я сейчас другие веду. Но этот лучше считать. Почему-то зэк настоящий считает. А ударение где так, не так, я и сам, говорит, не знаю. Вот так. Мы сейчас отключим тех, кто у нас здесь есть. И буквально через минуту...